На сегодняшний день в Акмольнской области, по данным мониторинга кадрового состояния госорганов, 31% – это молодежь до 35 лет. За последнее время численность молодых людей, устраивающихся на государственную службу, стремительно возросла. Все благодаря проводимой политики в Казахстане. Стране нужны молодые и амбициозные люди, стремящиеся внести свой вклад в развитие регионов сельских округов Казахстана. Принятые комплексные меры в государстве в нынешнее время позволяют молодежи оказывать влияние на внутренний процесс работы по всей республике. Сейчас мир меняется очень быстро. Уже не из года в год, а практически изо дня в день. Появляются новые технологии, профессии и отрасли. Пересматриваются подходы в работе и управлении. В этих условиях возрастает роль молодежи, которая способна осваивать новые навыки и эффективно применять передовые знания. Она обладает прогрессивным мышлением, ориентирована на будущее, на поступательное развитие. Поэтому не могу согласиться с тем, что молодежи не хватает глубины взглядов. Но пока во властных структурах должен присутствовать сплав опыта и новых идей, эксперименты здесь неуместны. Да, у молодых управленцев недостаточно опыта. Амбиции и отсутствие критической самооценки порой мешают им в должной мере самореализоваться. Тем не менее, мы даем шанс новой генерации профессионалов проявить себя. На сегодня выпускники, показавшие высокую успеваемость в УЗИ с GPA 3,33 могут пройти на государственную службу без конкурса. Данные меры предоставляют молодежи реализоваться в данной отрасли своего региона, став опытным специалистом в своей сфере. Именно в сферу госслужбы на сегодняшний день на законодательной основе внедряются новые механизмы. Например, на сегодня выпускники высших учебных заведений, которые обучаются в рамках государственного образовательного заказа, после завершения диплома могут в течение одного года назначаться на различные должности государственной службы на вне конкурсной основе. Для этого они должны хорошо учиться, то есть мы смотрим на баллы, которые они набирают. Если GPA составляет не менее чем 33 баллов, то в принципе они могут назначаться на районном и сельском уровне на различные должности на внеконкурсной основе. На сегодняшний день у нас уже имеется 12 выпускников, которые назначены на должности главных ведущих специалистов на районном и сельском уровне, на внеконкурсной основе. В области имеются проекты, которые позволяют молодым людям трудоустроиться на госслужбу. Так, президентский молодежный кадровый резерв дает возможность получить различного уровня должность после прохождения отбора. Стоит отметить, что в рамках меморандума с высшими учебными заведениями областной департамент по делам государственной службы проводит различные мероприятия, ярмарки, вакансии, день открытых дверей для студентов и выпускников. На сегодняшний день молодые сотрудники всесторонне развиты, обладают разнообразным мышлением, что в свою очередь позволяет эффективно использовать современные технологии, принимать правильные и своевременные решения для реализации задач на государственной службе. Я работаю на государственной службе относительно недавно, однако, несмотря на это, могу с уверенностью сказать, что за короткий промежуток времени уже научился многому, однако предстоит научиться еще немалому. Я рад, что на государственной службе внедрена система адаптации молодых сотрудников, которая предусматривает закрепление наставников. Наставники нам помогают не только в профессиональном, но и в моральном плане, поддерживают нас, дают важные советы. В местных исполнительных органах Акмолинской области в текущем году имеется 8,7% должностей, которые являются вакантными. Молодые специалисты, прошедшие отборы, поступившие на государственную службу, получают государственную поддержку. Начинающему специалисту назначается наставник срок до трех месяцев, который обучает, как выполнять свои функциональные обязанности, оказывает профессиональную поддержку. Я думаю, что в нынешнее время молодежь поддерживается, и данный процесс из года в год происходит все усерднее. Академия гражданской защиты имени Малика Габдулина, Министерство по очерчению ситуации в Республике Казахстан. Данное учебное заведение отличается тем, что готовят офицеров, спасателей, которые по окончании четырех лет становятся лейтенантами, после этого обеспечиваются стопроцентным работоустройством. И наименьшая должность, в которой они трудоустроятся, это начальник коровы. Начальник коровы – это тот человек, который отвечает за личный состав. Хочу отметить, что именно он является руководителем тушения пожара и под его ответственностью весь его личный состав. Соответственно, что этим я хотел сказать, что по выпуску молодежь ей доверяют, ей определяется определенная ответственность, от которой они ответственны не только за себя, но и за других. Каждый представитель народа, будь то госслужащий или простой честный работник, добросовестно трудится, повышая благосостояние жителей. При этом президент страны несет огромную ответственность как за себя, так и за своих подчиненных. Поставленные цели способствуют развитию страны, улучшению жизни населения. Субтитры создавал DimaTorzok